Кубань-Арена Будем говорить исключительно о желто-зеленых. Итак, смотрите сегодня. Синтетический газон и наглые провокации. Чем еще запомнилась в Кубани поездка в Саранск? Победа в лучших традициях остросюжетного блокбастера. Все подробности битвы желто-зеленых с Амкаром. Сто матчей Александра Белинова. Вспоминаем самые яркие подвиги вратаря в желто-зеленом свитере. Третий тур чемпионата российской премьер-лиги уготовил футболистам Кубани первый выездной матч этого сезона. Желто-зеленым предстояло отправиться в Саранск, чтобы помириться силами с возвращенцем элиты российского футбола клубом Мордовия. Как водится, первыми отношения должны были выяснить дублеры обеих команд. Футболисты кубанской молодежки уже с первых минут доказали, что проделали неблизкий путь вовсе не для того, чтобы отсиживаться в обороне. Подопечные Игоря Осенькина смотрелись активнее и не только много атаковали сами, но и грамотно использовали ошибки соперника. Даже опаснейший штрафной своих ворот краснодарцы умудрились превратить в опаснейшую контратаку, которая лишь за малым не завершилась голом. В обороне кубанцы до поры также действовали уверенно, стараясь не подпускать соперников слишком близко к своим владениям. Ну а с теми опасностями, что все-таки возникали, уверенно справлялся Эдуард Байчора, действовавший в рамке на редкость надежно. Увы, в середине тайма второго даже мастерство нашего голкипера не смогло спасти кубанскую молодежку от верного гола. Быстрая атака Мордовии закончилась передачей с фланга в центр штрафной, откуда Ларин послал мяч точно в угол. Сил на финальный штурм у желто-зеленых уже практически не оставалось. Однако один вернейший голевой момент соорудить им все же удалось. На вес со штрафного пришелся точно в район 11-метровой отметки, где Запорожцев ударом головой пытался переправить мяч в сетку. Атака на пути снаряда стала перекладина хозяйских ворот, а результативно сыграть на добивании не удалось. Итог 0-1 в пользу хозяев. Матчу по сути равных соперников все решил один-единственный забитый мяч. По моментам, конечно, ну, наверное, у нас их было побольше. Вот. И пару эпизодов, как мяч просто не попал в воротах, там, в штангу. С двух метров, не знаю, с трех метров, как это уже другой вопрос. Ну, а уже сутки спустя на поле саранского стадиона вышли уже главные команды Мордовии и Кубани. Первая же атака краснодарцев едва не завершилась голом. Бугаев сделал точный пас фланга в штрафную над Данила. Тот сумел обработать мяч, продвинуться вперед и, к полной неожиданности защитников, сделать передачу пяткой назад на Попова. Увы, удар у Бугарского Перчика явно не получился. Снаряд прошел куда выше цели. Мордовия, впрочем, тоже находила в себе силы для резких контр-выпадов. Самым опасным из них в первом тайме был вот этот удар Власова, который вырвался из-под опеки и метил под саму перекладину. К счастью, Белинов оказался надежен и команду выручил. А вот тайм второй принес Кубани не так уж и много радости. На 69-й минуте Игорь Шитов хамским подкатом сзади сбил с ног Данила де Оливейру. Однако провинившийся не только не был тут же изгнан с поля, так еще и набрался наглости переступить через лежащего на газоне бразильца. Ничего удивительного, что нападающий Кубани на чисто рефлектурном уровне отмахнулся от обидчика, слегка задев его ногой. Тот рухнул на поле и в лучших традициях плохого сельского театра стал изображать, что помирает от боли. Решение судьи Алексея Николаева поистине потрясло. Провокатору была показана всего лишь желтая карточка, а вот бразильцу красная. Причем, как выяснится позже, решением КДК Данила будет отстранен от футбола на три ближайших матча. Меж тем играть оставалось еще полтайма. И этот отрезок матча Кубани предстояло провести в меньшинстве. Само собой, сохранение своих ворот на замке в этой ситуации стало для нашей команды приоритетной задачей. Однако преимущества в одного лишнего игрока хозяева толком использовать так и не сумели. Дело по-прежнему ограничилось дальними ударами, которые скорее щекотали Александру Белинову нервы, чем представляли реальную опасность. Лишь в самой концовке саранцы упустили момент, который можно было смело назвать стопроцентным. После подачи Власова в штрафную француз Летолек бил головой практически в упор, но мяч, отскочив от газона, угодил в сетку с внешней стороны. Больше ничем огорчить друг друга соперники не успели. Финальный свисток зафиксировал безголевую ничью 0-0. Счет, который оставил желто-зеленых, крайне смешанная послевкусие. Если в первом тайме, до удаления, может быть, у нас где-то было преимущество, где-то какие-то моменты были, где мы могли выжимать, то, конечно, уже после удаления вынуждает команду перестроиться на игру в обороне, сложнее помышлять об атаке. Но, наверное, в целом надо отдать должное, как мы играем в защите, то есть за 90 минут практически ничего опасного в наших воротах. Хотя бы здесь в этом позитив надо искать. Ну, конечно, нам бы хотелось выиграть и ехали сюда с мыслью о победе. Но, учитывая то, что было удаление, конечно, двоякое такое чувство. Долго времени на отдых после возвращения из Саранского у футболистов Кубани не предполагалось. В воле календаря уже через три дня после матча с Мордовией желто-зеленым предстоял уже следующий поединок. На этот раз в родных стенах против пермского Амкара. Учитывая не слишком удачный старт гостей в этом чемпионате, краснодарские болельщики в победе своих нисколько не сомневались. Амкар нужно побеждать. А кого еще побеждать, если не Амкар? Самой популярной темой разговора среди тех, кто направлялся в сторону стадиона, были слухи об очередной тренерской рокировке в Кубани. Всю неделю спортивная пресса пестрела информация о возможном возвращении в стан желт-зеленых Дана Петреску. Судя по проведенному нами опросу среди болельщиков, такого поворота событий жаждут далеко не все. При всем опять же уважении к Петреску, он показал свое отношение к Кубани, когда уходил. У нас хороший тренер, зачем другого? Петреску ушел, это перевернута страница Кубани. Остальное, есть тренер, есть команда, к которой мы все верим. Но вернемся непосредственно к нашему матчу. После Мордовии Виктор Гончаренко произвел в составе команды целый ряд перестановок. В частности, впервые в сезоне выпустил на поле Лоренца Мильгареха. Именно он уже в дебюте матча, выиграв верховую дуэль, сделал точную скидку на Попова. Тот сходу пробил в дальний угол, но тщетно. Вратарь Пермяков сумел этот мяч достать. Однако для нашего болгарского перчика это была, что называется, только пристрелка. А откликнувшись на навес Шарля Кабаре и принимая мяч, по сути, спиной к воротам, Попов исхитрился пробить ножницами в падении. Увы, голкипер очень грамотно выбрал позицию, удар пришелся ему точно в руки. Впрочем, ответ Пермяков также не заставил себя долго ждать. Резкая контратака гостей закончилась тем, что на ударной позиции в центре штрафной оказался абсолютно никем не прикрытый Киреев. На счастье краснодарцев, прицел у полузащитника оказался сбит. И он со всей мочи пульнул выше перекладины. Ну а пару минут спустя стопроцентный голевой момент Пермяков организовал не кто иной, как Секу Алисе. Он выполнил абсолютно безадресную передачу назад. И, по сути, вывел пекущака один на один с Белиновым. Тому, что гола в кубанские ворота не случилось, желто-зеленые обязаны исключительно в вальяжности пермского нападающего. Однако тревожный звоночек был истолкован краснодарцами верно. После перерыва они действовали в обороне куда аккуратнее. Взялся за голову и Алисе, который мощным ударом слета вполне мог реабилитироваться за свою оплошность в первом тайме. Однако Герус отделался легким испугом. Мяч разминулся со штангой примерно на метр. А вот на 69-й минуте матча произошел эпизод, который можно считать переломным. Фигур Агуде в безобидной ситуации прямой ногой врезал Антона Соснину в колено. И заслуженно отправился отдыхать. Рефери Иванов в своем решении достать из кромана красную карточку нисколько не сомневался. Однако численное преимущество хозяев отразилось на табло далеко не сразу. Забить гол желто-зеленым удалось лишь компенсированное арбитром время. На 92-й минуте матча Евелин Попов эффектными финтами обыграл оппонента и сделал по штрафную на Кабаре. Тот прострелил вдоль ворот на Букура, и румынский нападающий, совсем недавно появившийся на поле, с близкого расстояния буквально внес мяч в сетку. Наверняка это далеко не самый красивый гол в кубанской карьере Джиджи, но безусловно один из самых важных. Радости кубанцев не было предела. Ведь они сумели показать характер и все-таки дожать неуступчивого соперника, принеся в свою копилку такие важные три очка. Вот сложный матч, потому что Амкар приехал в войну забрать очки. Но получилось, что мы в конце забили благодаря Джиджи. Самое главное, взяли три очка, победили, порадовали себя и болельщиков, которые пришли нас поддержать. Это самый главный итог игры. А как игра была, это уже будем потом разбирать. Сейчас после игры эмоции не отошли, так что главная победа. Между тем, на минувшей неделе случилось и еще одно событие, которое болельщики нашего клуба могут смело считать историческим. Выйдя на поле в матче с Мордовией, Александр Белинов провел свой сотый матч в желто-зеленой футболке. В стан краснодарцев голкипер прибрался летом 2011 года из московского «Спартака» за совершенно смешные деньги. И с тех пор успел стать не только вожделенной трансферной целью российских топ-команд, но и одним из главных любимцев кубанской публики. А все благодаря феноменальной реакции и особому чутью, которая позволяет нашему голкиперу вытаскивать порой абсолютно не берущиеся мячи. Оглядываясь назад, мы решили вспомнить наиболее эффектные сейвы Белинова, а также послушать, что думают про него простые кубанские болельщики. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Александр Белинов – это настоящий капитан, настоящая глыба и уверенность в воротах, которая распространяется, уверенность на всю команду. Это уверенный вратарь, это просто хочется кричать. Саша Белинов, когда он отбивает этот мяч, когда он, ну вообще, побольше ему нулей, больше нулей в карьере, что Белинова надо держать, это наше. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На ноль сыграл, хороший вратарь, не зря на Динамо целилась. Не отдадим, он наш, кубанский. Вот так вот. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Победив Амкар, футболисты Кубани возобновили свой тренировочный процесс в крайне приподнятом настроении. Все-таки 8 очков в 4-х матчах – старт, который можно смело считать удачным. Впрочем, расслабляться желто-зеленым нельзя ни на секунду, ведь впереди у них крайне сложный поединок. В рамках пятого тура чемпионата в гости пожалует один из главных претендентов на чемпионство – столичный Локомотив. Статистика личных встреч последнего времени, увы, говорит не в пользу желто-зеленых. В минувшем сезоне Локомотив дважды брау над Кубанью верх. На своем поле москвичи довольствовались победой с минимальным счетом благодаря голу Дмитрия Тарасова, а вот на нашем стадионе они порезвились на славу. Галам Майкана, Чарлуки и Бусуфы и краснарцы смогли противопоставить лишь один меткий удар Джабриля Сесе. Будем готовиться и выходить только с мыслями о победе. Игра будет еще тяжелее, так что будем стараться играть в свой футбол, да, и постараемся обыграть Локомотив. Особенным предстоящий матч наверняка станет и для Андрея Ещенко. Ведь именно в Локомотиве он провел одни из самых ярких моментов своей карьеры, а потому на матч с недавними одноклубниками настрой у него будет соответствующий. Так как я в Локомотиве и проводил два года, конечно, для меня будет так особый матч. Вот, и выигрывать надо, конечно, если мы хотим добиваться поставленной задачи. А вот что Кубани точно не помешает в это воскресенье, так это поддержка до отказа заполненных трибун. Все-таки лишь семь с небольшим тысяч зрителей на Амкаре явно не самый достойный показатель для некогда самой посещаемой команды Премьер-лиги. Так что самое время исправляться и вновь приходить на стадион. Тем более, что своей игрой наши парни этого явно заслуживают. На этом пока все о самых свежих новостях из стана желто-зеленых расскажем в следующий раз. Это была Кубань Ирена. Увидимся ровно через неделю. Кубань Ирена. Кубань Ирена. Кубань Ирена. Кубань Ирена.